Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр Мордынский и очередной обзор на новинки электроники на моем канале. Усаживайтесь поудобнее, наливайте чаечек. Сегодня мы поговорим про новинки в мире VR, а именно о двух свеженьких камерах под названием Insta360. Начать хотелось бы, конечно, со старшей модели, которая именует себя как Insta360 4K Beta. Beta тут красуется и на упаковке, и на самом устройстве. Само устройство выполнено в виде пауэрбанка. Да-да, именно так. Она очень похожа и размерами, и весом на пауэрбанка от Xiaomi на 20 000 мАч. За небольшим исключением. Она выполнена в большинстве своем из алюминия. Алюминия, со сверленными дырочками, с надписями Insta360. По функциональным клавишам и по виду самого устройства могу сказать, что оно выглядит очень интересно. Напоминает собой небольшой алюминиевый кирпичик с двумя выпирающими сферическими линзами. По элементам управления на данном устройстве располагается. На верхней части мы можем наблюдать маленький экранчик, кнопку включения, блокировки, выключения и микрофон для записи аудио. На боковых граних у нас располагаются сдвоенные кнопки управления назад-вперед. Ими также можно управлять как зумом или для переключения в меню различных элементов. Два светодиода, которые уведомляют нас о режимах работы камеры, записи видео, фото и о состоянии аккумулятора. На нижней части уже все намного интересней. Здесь нас встречают две прорезиненных ножки, которые позволяют устройству плотно стоять на любой поверхности, не падать и не скользить. Скажу, что это очень удобное решение на самом деле и в других таких камерах я его не видел. У нас располагаются OTG. Это разъем, в который мы можем подключить OTG, microUSB кабель и, например, использовать устройство как Powerbank. Да, оно позволяет пользоваться такой возможностью, ведь емкость аккумулятора 5000 мАч. То есть, например, вы можете снимать какое-либо видео или делать фотографии и одновременно подзаряжать смартфон, которым вы это делаете. Гнездо для подключения комплектного зарядного устройства на 5 Вольт 3 Ампера. Небольшая дырочка, в которой содержится кнопка для перезагрузки устройства на случай, если оно зависнет. Дырка со штативной резьбой 1 к 4. Слот для установки карточки памяти microSD рекомендую, крайне рекомендую устанавливать как минимум 10 класс. Потому что при подобной скорости записи видео и его битрейте требуются очень быстрые карточки, ведь устройство снимает 4К. И 3,5 мм вход для подключения внешних микрофонов. По поводу подключения микрофона. Скажу, что лично я думал и надеялся о том, что устройство пишет очень неплохой качественный звук. Но я ошибался. Устройство пишет хороший качественный звук лишь только на расстоянии около 30 см от себя. Как только вы ставите его на вытянутую руку, вы уже ничего записанного не услышите. Поэтому, если хотите записывать на данное устройство свои комментарии, обязательно подключайте какой-либо петличный микрофон. Итак, поговорим о начиночке. Начиночка, пожалуй, интересует вас здесь больше всего. В первую очередь, линзы. Их характеристики таковы. F2.0, 230 градусов, фокусное расстояние от 1 мм. Здесь у нас установлены две CMOS матрицы по 8 мегапикселей от компании Sony. И возможность записи видео в форматах 4K, 3K, 2K и 960p. Разрешение при создании фото составляет 10 мегапикселей. И при фотографировании доступны у нас три режима. Это обычное фото, HDR фото и создание таймлапса. И весит она приблизительно чуть ли не как кирпич, а именно 445 грамм. Вес полностью укомплектованного кейса составляет 1640 грамм. Итак, в комплектации с камерой вы получаете камеру, зарядное устройство, USB кабель, переносной защитный кейс. Скажу, что он очень хорошего качества и крайне удобный, потому что на нем присутствует изначально и ручка, да и сам он вроде бы как влагозащитный. Плюс в нем грамотно сделаны отсеки. Ничего болтаться, вываливаться, звенеть там не будет. В комплекте также поставляется SD карточка на 32 гигабайта, инструкция пользователя, тряпочка для протирки, две штукенции для настройки фокуса, экспозиции и тому подобного. Честно скажу, мне достался образец уже без них и более подробно об этом я сказать ничего не могу. И проставочный винт для переходника на штатив с большей резьбой. В целом по данной камере могу сказать, что она очень интересная, снимает очень качественно и я ожидал, конечно же, что она будет писать более качественный звук, но звук меня полностью разочаровал. Позволяет данная камера также у нас стримить в реальном времени на некоторые сервисы, а это уже на минуточку что-то новенькое в мире подобных камер. Ну и само приложение для управления камерой очень удобное, содержит в себе массу функций, массу настроек и работает без каких-либо лагов, без каких-либо тормозов на любом смартфоне. Устройство постельно обновляется, на него выходят новые прошивки и самое главное то, что видео экспортировать из него очень просто. Его нужно загнать в фирменную утилиту Insta360, выбрать качество выходного материала и всего лишь остается загрузить его на YouTube. Все, вы получаете полностью VR 360 градусное панорамное видео, которое можете смотреть при помощи Google Cardboard или Google Chrome браузера. Конечно же не забудем и про маленькую версию камеры, которая так и называется Insta360 Nano. В первую очередь она казалась мне не самостоятельным устройством из-за того, что на ней присутствует порт Lighting и позиционирует она себя именно как камера для iPhone и Apple устройств. Но на самом деле оказалось все немножечко интересней. Данная камера работает полностью как самостоятельное устройство, ее можно не подключать к Apple устройствам, просто воткнуть флешечку, зарядить, включить, готово. Можете снимать видосики. Но данная камера естественно не только дешевле, но и мельче размером и имеет меньше функций. Конечно здесь установлены две линзы, но они уже имеют 210 градусов обзор и это все так же 8-мегапиксельные CMOS сенсоры от компании Sony. Конечно за счет меньшего размера в них попадает меньше света, поэтому снимать в помещении на данную камеру или снимать ночью будет очень проблемно. Видео она снимает в формате 3K 30fps, но на самом деле не смог бы я назвать эти форматы 3K, потому что это 3040 на 1520, а не какое-либо другое разрешение на 3040. Итак, максимально поддерживаемый объем карточки microSD до 64 гигабайт, выше я не проверял. И имеется у нас софтовая составляющая лишь только для Apple устройств, то есть на Android пока еще приложения и переходников не выпустили. В данной камере установлен аккумулятор на 800 мАч, которого хватает не так уж и надолго, да и само устройство весит и занимает место намного меньше. В комплектации с ним у нас поставляется камера, USB кабель, коробочка, User Manual и VR Case. То есть VR Case это достаточно-таки интересная штука. Если вы владелец яблочного устройства, то вы можете поместить свой iPhone в этот шлем, который напоминает до боли Google Cardboard и напрямую смотреть изображение, поступающее с камеры. Плюс также очень удобный стильный чехольчик, выполненный из мягкого материала, который позволит вам хранить камеру достаточно-таки надежно, защищая ее от царапин. У данной камеры у нас присутствует два микрофона, одна функциональная клавиша, две линзы, слот microSD и слот microUSB для зарядки самой камеры. Честно признаться, позиционируя данную камеру как дополнительное устройство для яблочных девайсов, я бы на месте Insta360 заменил microUSB на порт-лайтинг. Все-таки яблочники microUSB с собой редко когда носят. По поводу общей стилистики материалов изготовления скажу, что обе камеры сделаны очень качественно, очень стильно и далеко не пахнут галимым китайским ширпотребом. То есть здесь вы видите перед собой очень качественный и реально классный девайс, который крайне не стыдно достать перед публикой, которая к тому же еще будет очень удивлена. Чтобы воспользоваться Insta360 Nano без каких-либо устройств и без настроек, вам просто нужно установить карточку, включить и при одиночном нажатии у вас сделается 360-градусное панорамное фото. А при двух последовательных быстрых кликах по кнопке Insta вы начнете снимать видео. О снятии видео вас будет уведомлять мерцающий светодиодик. Светодиодик здесь, кстати, имеет несколько различных цветов, что очень удобно. Тесты видео и примеры видеосъемки вы найдете в описании. И у обоих камер есть, конечно же, огромные минусы. Первый минус, самый огромный минус для обоих устройств – это цены. То есть Insta360 Nano, рекомендует моя цена, 280 долларов. Insta360 4K, рекомендуемая цена, 700 долларов. То есть не каждый человек может позволить себе такое устройство. И я думаю, не каждый человек найдет ему толковое применение. Так что, покупая данное устройство, вам нужно совершенно серьезно осознавать и свои бюджеты, и свои силы, и задачи, которые вы ставите перед данными девайсами. Ну и второй минус у обоих устройств – это то, что они оба после даже небольшого непродолжительного использования очень сильно нагреваются. И несмотря на то, что у них алюминиевые корпуса, которые хорошо рассеивают тепло, в случае, если вы держите девайсы рукой, это очень сильно ощущается. Наиболее крутой нагрев у обоих девайсов ощущается в области линз, как раз-таки в области оптики. Не знаю, с чем это связано, но хотелось бы надеяться, что это будет исправлено в дальнейших обновлениях ПО. Ну и в связи с нагревом можно, конечно же, опасаться, что камеры будут зависать. Честно признаться, за время тестирования, за время использования данных устройств ни разу не прибегал кнопочки Reset. Так что могу сказать, оба устройства достаточно-таки стабильны, несмотря на приписки бета и несмотря на то, что продукт только-только вышел. Все ссылочки будут в описании. С вами был Александр Мордынский. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте и подписываться на Инстаграм. А интернет-магазину TomTop, как всегда, огромная благодарность за предоставленные девайсы на тестирование. Что ж, всем удачи, всем пока.